МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путешествия меняют человека, помогают расти и развиваться. Каждое новое место дарит нам бесценный опыт. Чтобы в этом убедиться, достаточно хотя бы раз отправиться в путешествие по родному краю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школьники со всего Прикамбе уже четвертый год доказывают, что наша малая родина может быть бескрайней, многоикой и по-настоящему неизведанной. С 2016 года законодательное собрание Пермского края реализует проект детских туристических маршрутов. В рамках краеведческого конкурса, инициированного председателем Краевого парламента Валерием Сухих, ребята создают экскурсионные маршруты по своей малой родине. По самым интересным из них отправится и наша съемочная группа. В новом сезоне нас ждут 7 уникальных мест, многовековые традиции прикамских народов, невероятные истории и удивительные природные места. Присоединяйтесь. Все это в путешествиях через край. Новый сезон. Наше новое путешествие через край. И начинается оно с Коми-Пермятского округа. Совершенно иная культура прикамья. Родина мастеров рукоделия и гончарного дела. Сегодня мы в селе Белоева. Жители села встречают нашу съемочную группу хлебом с солью и особым, Коми-Пермятским колоритом. Мои экскурсоводы – ученики Белоевской средней школы. Сегодня с их помощью мы совершим историческое путешествие. Это не просто знакомство с интересными местами, событиями и людьми. Мы перенесемся в далекое прошлое. Познакомимся с Полязойской эрой, увидим быт средних веков, окунемся в новое время и вернемся в сегодняшний день. Богатства нашего края неисчерпаемы. Это природа, история, самобытность. Да и люди здесь покладистые, трудолюбивые, терпеливые, гостеприимные. История этого села начинается в далеком 1647 году. Она упоминается в песненных источниках, как деревня Верхречки Мечкора. Жители этой земли – переселенцы из Ильинской и Богородской властей Пермского уезда. В 20 километрах севернее Кудымкора, как чаша, раскинулось старинное село. Летом утопающее в зелени кудрявых берез, вековых тополей и акации. Вот это и есть Белоева. Есть две версии происхождения названия села. Согласно одной из них, в окрестности добывали белую мыльную глину. Если верить другому мнению, территорию назвали в честь человека по фамилии Белов, который в 17 веке принимал участие в вырубке леса для села. Сегодня на этом месте и стоит Белоева. Заготовка дров была одним из основных занятий белоевцев. Мужчины трудились на лесоперерабатывающем заводе, а женщины работали в поле. После отмены крепостного права, белоевцам дали небольшие наделы земли. Крестьяне выращивали на грядках лук и картофель. Жили в курных избах Керку. Впрочем, жизнь зародилась здесь миллионы лет назад. Посмотри, Руслан, мы нашли такие ракушки. Здесь, на этой территории, находится Мошевское геологическое отложение, которое образовалось 250 миллионов лет назад. Следы прошлого местные жители находят и по сей день. Правильно эти ракушки называются моноплокофорами. Древние пресноводные моллюски, которые жили в Пермском море 250 миллионов лет назад. Их мы находим очень много, не только на полях, но и в речках. После того, как мы познакомились с древней историей кудымкорских земель, ребята приглашают меня к столу с традиционными блюдами. Смотришь на все это, и глаза разбегаются. Девчонки, расскажите, чем богата и разнообразна коми-пермятская кухня? Наш народ любит готовить коми-пермятские блюда. Но чаще всего готовят пирожки из пистик, из мяса, из картошечки. Наверное, самое популярное коми-пермятское блюдо – пельмени. В Белоево их делают с самой разнообразной начинкой. С мясом, грибами, редькой, ну и, конечно, пистиками. Так местные жители называют молодые побеги полевого хвоща, который используется во многих блюдах коми-пермятской кухни. Кто еды местной не ел, тот в Белоево не бывал. Если вы, как и я, гастрономический турист, для которого еда – это прежде всего культура и история народа, тогда вам обязательно надо посетить это село. Не хлебом единым жив человек. Нам пора отправляться дальше. Сохранение культурно-исторического наследия – важная часть жизни села. Несколько лет назад местные жители решили восстановить совместными усилиями давно разрушенный храм. Сегодня церковь – одна из главных достопримечательностей. Живой такой источник должен быть, потому что до Юрла далеко, до Кудымкара тоже. И людям нужна своя церковь, своя святыня, чтобы креститься, венчаться. Одни сохраняют историю, другие продолжают традиции. Впереди самая интересная часть нашей экскурсии. Мы отправляемся к народным мастерам. Раньше сложно было встретить человека, который не владел бы каким-либо ремеслом или рукоделием. Учиться вышивать и заниматься гончарным мастерством начинали еще в детстве. И мы нашли в Белоево настоящих мастеров своего дела. Сегодня это уникальное место, где проходит эксперимент по возрождению гончарного промысла и созданию современной коми-пермятской глиняной игрушки. Мы приехали к народному мастеру Пермского края, художнику-керамисту Ивану Ивановичу Конюкову. Если мы говорим «Иван Иванович Конюков», то сразу каждый житель села понимает, что речь идет о мастере Пермского края, мастере гончарных дел. Старинным кудымкарским промыслом мастер занимается с детства. Даже его школьные работы поражают своим профессионализмом и любовью к искусству. Стал я рисовать копию портрета папы римского. Вот она, эта копия. Мама моя сохранила. Она вырезала из зверей вот этот портрет и оформила в рамку. Вот, видите, толстая доска. Это девятый класс. Создавая бытовую керамику и гончарные изделия, Иван Иванович разработал свои авторские технологии. Точечный узор и способы декорирования. Здесь, как и в любом искусстве, главный процесс делится мастер. Глиняные пары всех национальностей финно-угорской семьи составляют центральное звено его творчества. Не обошел он стороной и обитателей пермских лесов. Здесь вот представлены все основные направления, которыми мы занимаемся. Это, в первую очередь, глиняная игрушка. Она основана на традициях пермского звериного стиля. Вот уже пятое поколение династии Конюковых занимается гончарным ремеслом. Это наглядный пример того, как одно поколение сохраняет и передает другому свой опыт и знания. Тонкостям своего мастерства Иван Иванович обучил уже сотни учащихся Белоевской школы. Час за часом, день за днем создаются работы. И вот очередной шедевр готов. Сначала крышка, наверное, у нас пойдет. Нет, кружечка. Вот она расколенная. Улыбнитесь. Ну а мы с ребятами отправляемся дальше на мастер-класс по плетению в Белоевский Дом культуры. Школьники продолжают знакомить меня с народными промыслами кудымкарских мастеров. Плетение – старинная комипермятская традиция. Эти к самим уже фильмы, где грозится. А мы к самим там как петлянцы. Я вам покажу. Как на учет же пошли коду раскирли. Издревле этим ремеслом занимались как девушки, так и юноши. Плели лапти, корзины, косички. Своим опытом мастера с охотой делятся с приезжими гостями. Сначала возьмем две и их переплетем. Надо в которые вверху и в коврички. Вот надо сделать плетенку, коврик. Первый блин по традиции комам. Чтобы сделать шедевр, необходимы десятки, а может и сотни часов. Усердие рождает историю. В нашем случае – Пермского края. Теперь надо их переплетать. А как переплетать? Так ведь не получится, да? А надо, которая вот вверх вылетла. Вот, чтобы прикрепилась. Золотые руки – главная особенность местных жителей. Почти у каждого из учащихся Белоевской школы есть опыт в каком-либо из ремесел. Одиннадцатиклассница Ирина Ипанова неоднократно принимала участие в региональных фестивалях. С результатами своего творчества девушка решила познакомить и меня. Поднимаем бюрдом, то есть тем самым у нас меняется зев. Что такое зев? Зев – это вот нитки скрещиваются. Дальше мы перебиваем нитку, проводим уточной ниткой и также меняем зев. То есть зев поменяли и у нас получилось скрещивание. Шитье, керамика, плетение – в этих работах живая душа кудымкарских мастеров. Любовь к малой родине и главный жизненный девиз. В труде бесконечном огромное счастье. Большое спасибо мастерам за их творчество. Ну, а мы отправляемся дальше. Нас уже ждут в зрительном зале клуба. Народный ансамбль «Джори Джок». Коми-пермятский язык мне пока не знаком, в отличие от ребят, которые свободно на нем общаются. Впрочем, всегда есть возможность перейти на универсальный язык человечества – музыку. Наша земля богата талантами. Это песни, музыка, частушки. А там, где музыка и песни, там жизнь ярче и веселее. Ребята не только исполняют народные песни, но и играют на старинных коми-пермятских инструментах – берестяных паэлянах. Гармонист-самородок Василий Харин научил этому уже четвертое поколение школьников. Ансамблю «Джори Джок» в этом году исполняется 11 лет. Василий Дмитриевич не только педагог, но и композитор. Все песни для коллектива он пишет сам. Впрочем, главная его заслуга – передача песенно-танцевальных традиций коми-пермятского народа молодому поколению. Мы ездим, выступаем на различных конкурсах, фестивалях. Побывали за границей Финляндии. Очень понравилось. Тоже оттуда первое место привезли. Проставляем мы свой район, округ, край, Россию. Сохранившееся богатство коми-пермятской земли – заслуга самих жителей. Приезжая сюда, понимаешь, за что они любят Белоева. За красоту природы, за уникальное наследие, культурное, ремесленное, гастрономическое. И нет сомнений, село будет жить благодаря поколению, которое хранит традиции своей малой Родины. Добро пожаловать, гости дорогие! Подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»